Приветствую вас! Приветствую вас, народ! С вами Варчик. В этом видео нужно завершить уже полностью, поставить точку в событии Боги Войны на глобальной карте. Собрал я тут некоторые моменты, сохранил реплейчики, записал по ним видосики по тем боям, где что-то там интересное происходило. На Малиновке, там где Чифов толкают, ЦС-63 на турбинах и залетают быстро на гору, чтобы там кто быстрее выиграет ПВП на мельнице. Интересные вкатки на Руинбергии. Где мы там выстраивались в какие-то там линеечки непонятные, какие-то там попарно разбивались и въезжали во врагов с 279-ми Чифами. В общем, какие-то интересные моменты были. Еще интересный бой подобрал на карте Рыбацкая Бухта. Именно тот бой, который даст понять игрокам в рандоме, почему они играют намного хуже, чем те, которые в кланах, в ротах, в АБСках и так далее. Хоть что-то там играли, хоть как-то там участвовали, хоть что-то поняли, какие-то тактики отыгрывали. Поскольку рандомный челик, он не поймет, когда там карта делится, с какой-то стороны там враги захватили фланг, нужно переезжать на центре на другую сторону. Или туда-сюда обратно. Короче, там много всяких таких тонкостей, которые просто рандомный чел не поймет, поскольку рандомные челики, что они привыкли, вот на какую-то позицию они запомнили ехать и ездят на нее там 10 лет. А как двигаться по бою, что главное и так далее, это все приходит с опытом, когда ты наигрываешь много боев на глобальной карте, в АБСке и так далее. Я, конечно, понимаю, что я не играю сейчас ни в какой-то там топ-роте, в топ-1 там клан вообще, который всех рвет и нагибает. Этого всего, конечно, нет, но я столько раз уже прошел ивенты на ГК, столько уже танков получил, все кроме одного, что, честно говоря, это уже и не особо-то интересно. Просто пережил этот ивент, получил танк и все. Да и к тому же этот ивент был, наверное, один из самых каких-то нестабильных, но по сути, я так посмотрел, плюс-минус каждый ивент происходит одно и то же. Каждый ивент ничего нового, никаких улучшений ни в интерфейсах, ни доработки, ничего там, ни механик, ни черта. Может быть, там что-то происходит где-то там с какими-то высадками на глобальной карте, там какие-то там начисления очков, там еще какой-то параши, в которые я даже не лезу и не разбираюсь. Но глобально вот для бойца вообще ни черта. Вот какой раз подряд уже я делаю видос и объясняю одно и то же, а ничего не меняется, оно нахрен никому не надо. Вот, во-первых, почему интерфейс не дорабатывается, почему полевик перед боем вот собрал людей, он не может на миникарте, которая тут же прям в клиенте игры должна быть, не может всех растыкать, куда кому ехать, назвать определенно вот кому, куда, что делать, кто какую позицию занимает, чем он там в бою занимается, почему нельзя там какие-то стрелочки нарисовать, прям взять значок танка вместе с ником на миникарту ткнуть, вот ты чел, вон там будешь. Почему это так сложно за 12 лет сделать, я не понимаю, почему надо идти на какой-то сайт всратый, который лагает, там что-то объясняет, то оно там тыкается, то не тыкается, у кого-то открывается, не открывается, время перед боем идет, все этой херней мы занимаемся. Короче, какая-то дичь, это первое. Второе. Награждение. Там вот есть эти два всратых танка, которые мы уже собираем, не помню какой раз, ИС-5 и ВЗ-111. Они у меня уже есть, не знаю сколько лет. Я могу их продать и собирать их заново, но может быть я не успею собрать, или не доиграю, или еще какая-нибудь хрень произойдет, или не дособираю, или, ну, непонятно. Почему я не могу просто начать его собирать, и потом, если дособирал, я продам тот, что в ангаре, и соберется этот? Или почему я не могу его собрать сразу на продажу? Почему у меня должен именно отсутствовать танк в ангаре, чтобы начать его собирать на глобальной карте? А что мне там еще делать? Вот я просто собрал закалку, чтобы собрать закалку, потому что мне больше нечего собирать. Мне выбирать не из чего. Там два танка, которые у меня оба есть еще до ивента, они у меня уже много лет есть. И вообще, сколько лет их можно собирать? У кого их еще нет? Еще они оба говно. Ну, WZ-111, может, не прям говно, но ИС-5 это просто мусор. Это стыдоба такой танк раздавать в награде. Опять же, вот это награждение. У челиков очки, которые они заработали, вот эти очки славы, они нужны и на какие-то там камуфляжечки, расходнички, ресурсики, и на сам танк. Так, сколько уже этих ивентов было, и по-прежнему чуваки наберут какого-то говна, и потом им не хватает очков на сам танк. Ёптовая мать, да сделайте какую-то кнопку, галочку или еще что-нибудь. Зарезервировать сколько там надо очков на танк, пока танк не возьмешь, чтобы все остальное не покупалось или я не знаю что. Или хоть как-то это продумать, почему люди покупают черти что, а потом такие, а, еще и на танк надо было, очков уже нет, ёптовая, пойду в техподдержку напишу, пусть они поржут с меня, какой я классный. Есть хоть одна вещь, которая на ивенте на глобальной карте продумана хоть куда-нибудь. Потом также правила там различные, причем, если почитать всю эту фигню, которую пишут в чатиках везде про ГК, чтобы не нарушить одно правило, нужно нарушить другое правило. Это приходишь к выводу, когда начитаешься кучей сообщений игроков, которые рассказывают про ивенты на ГК. В конце боя отдаешься врагам, чтобы они получили там свои какие-то 5 очков, 5 танков им надо отдать, чтобы они хоть что-то получили, ты нарушаешь правила. Не выходишь на бой, нарушаешь правила. При этом, если ты там как-то пассивно отыгрываешь бои, ты тоже нарушаешь правила, но при этом тебе надо успеть на другой бой, чтобы не нарушить другое правило. Короче, какая-то там херня, я даже не хочу в этом разбираться, чтобы у меня мозги не закипели от всего этого бреда. Это просто какая-то дичь. Те люди, которые там ставят бои и во всей этой чепухе разбираются, они сами лучше меня понимают, что там происходит. Я даже не хочу лезть в эту чепуху, это просто какой-то маразм там, это капец. И каждый раз нужен какой-то специально обученный человек, чтобы этим занимался, и никто кроме него нормально этим не займется. Как по мне, это какая-то ересь. И опять, очередной раз. Я не понимаю, вот раньше, когда-то давно было разделение Европрайм там или какой-нибудь там европейский и Дальневосточный Прайм. Вот одни там днем играют, другие вечером. Сейчас же вот играешь в 2 часа дня, начинаешь играть, иногда там до 10 вечера, иногда до 2 ночи там или до скольки, я вообще не понимаю. И сидишь, играешь целый день, там иногда перерыв маленький, иногда большой. Сидишь, играешь, и потом смотришь в таблицу, там в рейтинг, и кто-то играет в 2 раза больше тебя. Он хоть выжил там до конца, ивент он там живой, кто-то проверяет вообще, все до конца дожили. Как вообще можно, сука, еще в 2 раза больше сыграть? Что там вообще, там жидкость какая-то перед компом в колбе стоит или что, я не понимаю, там в банке трехлитровой. Как оно дожило, я не понимаю. Я вот сижу целый день, эти бои играю, это пиздец. Такое ощущение, что этот ивент, он на выживание. Я не знаю, там какую-то премию надо, надбавки какие-то, я не знаю, за стресс, за вредность. Надо там молоко прям как после смены с завода выдавать. Я не знаю, что это за херня вообще. Кто вообще эти регламенты делал, всю эту херню? Какого хрена ты сидишь, этот ивент на лобальной карте, играешь больше, чем, сука, люди на работе работают. А потом в конце ты получаешь танк, не факт, что он тебе понравится, не факт, что он имба, не факт, что он нормальный, не факт, что он вообще может быть просто говном. Что это вообще за бредятельное? Честно, я ненавижу ивенты на ГК, вот честно. Вот все, что, вот вся организация, все механики, как они продуманы, как они сделаны, как все происходит, я это все ненавижу. Оно конченое. Но при этом, сколько люди тратят на это времени, сил, усилия, вот люди там старались, там полевики, там кто-то там хороший, кто-то получше, похуже, кто-то там ошибается чаще, реже. Но так или иначе, они провели кучу времени, на это все потратили сил, кучу нервов, там и так далее. Кто-то ставил эти бои, там кто-то, вот много людей потратили очень много сил и времени. И потом, ты вот просто две недели эти еле-еле как-то там дотянул до конца, слава богу, и хорошо. И потом желание в этом принимать участие у тебя возникнет не скоро. Это же полный пипец. Зачем прям просто на выживание это делать мероприятие? Оно же, ну, наоборот, отбивает желание вообще связываться потом с этим всем. А есть люди, которые с работы, блин, уволились, чтобы поиграть ивент на ГК. Так еще и ивент дерьмово поиграли, ничего не получили, ни танк, ни работа минус. Что это вообще за ересь какая-то? Я бы лучше наоборот на работу устроился, лишь бы ивент на ГК не играть. Это полный пиздец. Это что за работа должна быть, чтобы ради ивента на ГК с нее уволиться? Коровам хвосты крутил или что, я не знаю. Честно, мое личное мнение, что ни один ивент на ГК того не стоит, чтобы в нем столько времени и сил тратить. Да, может быть, у кого-то там есть рота, там полевики классные, они в любом случае, они же сколько времени на это все потратили. И это же надо постоянно играть, тренироваться, играть метовыми тактиками, танками, сборками, там всей этой херней, постоянно заниматься, разбираться. Нужен специально, опять же, обученный человечек, который будет все эти бои там ставить, там вот этой всей херней заниматься, разбираться. Это же постоянно, сколько все равно времени и труда, вот эту херь. Дай бог, если оно хотя бы им там какой-то кайф приносит, нравится и так далее. Если еще и нет, ну это пиздец. И у меня постоянно одни и те же ощущения после ивента. Просто пережил его, слава богу, ладно, окей, живой, жив, целый орел, ок. Именно все, что связано с тем, как проходило это мероприятие, это полное уебище. Дай бог, хоть иногда там из игроков там может повеселить или какую-то дичь вытворить. Хоть как-то разрядить обстановку, а так это вообще ни хера не весело и не интересно. Да, посмотреть какие-то там тактики, заготовки там, что-нибудь там сыграть прикольное, иногда это классно. Но этого так мало, ты такой мизер получаешь, кайфа. Это просто вот реально говорят, вот ложка дегтя в бочке меда. Бля, это бочка дегтя с ложкой меда. Вот это ивент на ГК. На мой взгляд, оно не должно так проходить. Оно должно быть компактней, собранней, адекватней, прозрачней. Не должны быть правила такими, чтобы одно правило, чтобы не нарушать, надо нарушить другое. Получение наград должно быть не такое дебильное. Хоть какие-то там механики надо доработать уже. Это окошко квадратное, я его обожаю. И даже если это все там как-то доработать, доделать, все равно, чтобы это играть, надо кучу людей, которые будут что-то там играть, тренироваться и так далее. Так оно при этом, при всем еще и организовано тяп-ляп. Да, оно работает, процесс какой-то идет. Но он не идет как по маслу. Он прям раздолбанный максимально, этот процесс. И кайфа он не приносит. Лично мне. Не знаю, есть ли человеки, которым нравятся вот эти вот ивенты на ГК. Пусть напишут в комментариях, посмотрим сколько их. Но я сколько ивентов прошел, сколько танков получил. Это всегда тяжело, долго. И для здоровья, так скажу, не полезно вообще ни разу. Вот пользы ноль от того, что ты сидишь каждый день по миллиону часов, две недели подряд. Здоровье тебе за это спасибо не скажет. Поэтому я, честно говоря, вообще не пойму, чего хотят разработчики добиться столько лет подряд. Такую хрень вот делать. Чтобы просто игрокам плохо было от этих ивентов. Ну, мне каждый раз от них плохо. Спасибо, класс. Я еще и получил этот китайский танк 10 уровня. Радости нет предела. Я сыграл на нем один бой. Больше особое желание нет. И одного хватит боя, в принципе. Зачем мне этот танк, я не знаю вообще. В рандоме на десятках играть желание ноль. На этом танке тем более. В принципе, неплохое такое интересное мероприятие. Вообще не отбивает желание участвовать в нем еще раз. Класс, реально обалдеть. Вот такие впечатления у меня от ивента на ГК. Могу только сказать спасибо всем, кто играл до конца. Мы преодолели все эти ебучие трудности на этом ивенте. Хоть он и был очень, не очень. Ну и единственное, что смешно по поводу игроков. Те, которые каждый день часто много играют, они набирают очки. И примерно последний день 4, это начинается одно и то же. Приходят челики, у которых нет очков, не хватает. Им надо на танчик очки. И в основном играют они в конце. При этом весь ивент, буквально полторы недели, они особо не играли. А когда играли, играли мало, играли плохо. И в конце последних 4 дня они все вместе собираются, всех, кто играли плохо, и всех, кто играл мало, и начинают играть все вместе. Это такой веселый процесс, когда они просто обсираются в каждом бою. Конечно, это, наверное, не в каждом клане происходит. Есть, наверное, кланы и роты, где просто все, кто играл 2 недели, те и играют 2 недели. Ну а в конце подтягивать прям целую кучу людей, это тяжело. И выглядит со стороны очень весело. Ничего хорошего из этого явно не получается. Но так или иначе, какие-то очки они там набивают, и чуть больше людей свой танк получили. Надеюсь, они рады. Вот, в принципе, все, что я могу, хочу сказать про ивент на ГК. Мне, конечно, понравились некоторые какие-то там новые тактики, которые я раньше не играл. Некоторые какие-то там задумки, какие-то там раскатки, какие-то, может, моменты или бои. Но в общем и целом, если бы я в этом не принимал участие, я бы ничего не потерял. Это просто 2 недели жизни на ветер, где бочка дёгтя и ложка мёда. С вами был Варчик, играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!